Друзья, здравствуйте! Я вас приветствую, меня зовут Анастасия Гусарева, это Политека, и здесь мы с вами традиционно встречаемся для того, чтобы хотя бы попытаться разобраться во всем происходящем. Ну и, конечно, понять, как те или иные события влияют на нашу с вами жизнь сегодня, и как они могут повлиять на нашу с вами жизнь завтра. Конечно, мы это делаем не самостоятельно, нам в этом всегда помогают наши гости, которые любезно соглашаются делиться своими мыслями с нами. Сегодня у нас в гостях Андрей Баумейсер, это украинский философ. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам, что нашли для нас время и за то, что готовы вместе с нами попытаться разобраться в происходящем. Не могу обойти стороной выборы в Соединенных Штатах Америки, пестрят все заголовки мировых СМИ, украинских СМИ. Более того, украинские СМИ выходят с заголовками подобными тем, которые я нашла, например, у РБК «Украина». Они пишут следующее. «Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США?» И начинают статью следующими словами, цитируя одного из представителей украинской власти, который ответил РБК «Украина» на фундаментальный вопрос украинского бытия последнего времени. «Кто лучше для нас, президент Харрис или президент Трамп?» И цитата звучит следующим образом. «Трамп — это ужасный конец, а Камала — это ужас без конца. Сами решайте, что лучше». Поэтому, опираясь на то, что вы всё-таки философ, я вас, наверное, и спрошу. Так что же лучше для Украины в этом случае? Ну, я бы продолжал тогда эту игру в метафору и сказал бы, что здесь выбор между лицемерием и цинизмом. Потому что Трамп — это прагматичный цинизм и попытка заключить сделку открытую, публичную. А кандидат с противоположной стороны — это лицемерие. Это красивые фразы, это обёртка прекрасных каких-то фраз. Но тоже цинизм и тоже определённая прагматика. Мне кажется, в этом кроется два вопроса, на которые нужно обратить внимание. Первое. Когда так пишут в Украине, мы признаёмся в полном отсутствии активной позиции. Это как бы риторика смены суверена. Мы говорим, вот когда придёт новый суверен, что мы как подданные получим? Придёт добрый господин или злой господин? Да, придёт ужас без конца или ужасный конец. Я бы за то, чтобы переформулировать вообще наше отношение к этим событиям. Потому что и в европейской, и в американской прессе за последние несколько недель высказано очень много апокалиптических громких фраз. Например, в немецкой прессе, отчасти в американской, связь Трампа с фашизмом. Он хвалит Гитлера. Или недавно было большое интервью Роберта Кагана. Это такой консервативный американский мыслитель. Он говорит о том, что в Европе Трамп будет поддерживать всех вот этих новых правок. Во Франции Липен, АФД в Германии. И вот это нагнетание ужаса и страха гражданской войны, кризиса, мне кажется, в каком-то смысле перья слишком сгущаются краски. И когда мы попадём в ситуацию декабря, а потом января 2025 года, мы увидим, что ситуация гораздо спокойнее, взвешеннее и предсказуемее, чем сейчас. То есть моя первая рекомендация — оградить себя от громких фраз, от аллермизма и так далее. И второй важный посыл. Конечно, Соединённые Штаты — это одна из самых важных стран мира. Но сегодня её вес не такой значительный, как ещё 10 лет назад. Не всё зависит от Соединённых Штатов Америки. Многое зависит от Азии, многое зависит от Китая, Индии, стран Ближнего Востока. Даже от стран Южной Америки, от Бразилии, например. Поэтому я бы не пережимал с аналитикой американских выборов. И, кстати, завершая ответ на ваш вопрос, интересно я замечаю, как европейские СМИ, отчасти украинские тоже, начинают готовиться к новой риторике. Вот я опишу, как это будет. А когда выиграет, например, Трамп, если выиграет Трамп, как быстро поменяются акценты. Скажут так. Хорошо, вот смотрите, в 2014 году Соединённые Штаты поддерживали Украину финансово, но не вооружение. А кто первый нам дал вооружение в 2018 году? Трамп. Это Трамп. Соответственно, не всё так плохо, значит, Трамп и бла-бла-бла. Дальше. Посмотрите, когда Трамп был президентом, какое отношение было с Украиной? Что достаточно были у него неплохие отношения с Зеленским? Это два. И три, я бы так усилил вот эту смену акцентов, сказали бы так. Но если Трамп предложит свою сделку, а сейчас мы видим, что Россия не очень позитивно реагирует на заявление Трампа, и говорит, что пытается иронизировать, высмеивать, то я говорю не от себя, а от лица тех лидеров-мненейших, менять будут акценты. Они заявят очень просто, что Трамп для Путина страшнее. Трамп, если он увидит, что Путин не идёт навстречу, Россия не идёт ни на условия его сделки, будет более активно помогать Украине. Соответственно, поскольку сейчас в Украине всё поставлено на карту, и всё зависит от каких-то решительных шагов, то Трамп будет гораздо полезнее и эффективнее для Украины. Совсем завершая вот эту фразу, которую вы начали в вашем вопросе, будет не страшный конец, а, ну скажем, быстрое позитивное изменение при отказе России. Вот так примерно будет выглядеть повестка дня в январе-феврале-марте, если выиграет Трамп. Быстро поменяется риторика. В украинских СМИ, в европейских СМИ. И будут говорить, ну посмотрите, это были просто заклинания и угрозы. Это обычная предвыборная лихорадка. А сейчас давайте заниматься спокойно делами. Посмотрим, проверим. То, что я сказал, посмотрим, проверим. Это в декабре-январе. А вот вы говорите, что, ну, описываете то, как будет меняться риторика, и вот что Трамп может сказать или помочь Украине максимально, как это в силах США, если вдруг Путин не идет на условия его сделки. А понимаем ли мы сейчас, какие условия сделки Трампа с Путиным могут быть? До конца мы, конечно, не понимаем. Ну, давайте разделим мы на несколько частей. Скажем, есть узкая группа мы, которая информирована, которая знает о переговорах прямых и косвенных, которые ведутся, и о разных стратегиях возможной заключения сделки. Потом мы — это более широкая группа людей, которые пытаются отслеживать ситуацию через публичные СМИ. То есть есть такие люди, которые не имеют доступа к информации конфиденциальной, но очень тщательно следят за публичными. Высказывания пытаются читать между строк. И третье мы — люди, которые вообще, собственно, ведомые. На них влияют, собственно, СМИ, а часто это социальные сети. Их мнение колеблется, исходя из точки зрения каких-то лидеров мнений или каких-то их любимых блогеров. Блогеры им скажут, что все окей, ну, наконец победила Харрис, ура, аллилуйя. Или этот же лидер мне не скажет, ну, вот Трамп победил, и вот теперь Украина получит настоящую реальную поддержку. Вот эти группы людей будут думать так. Поэтому слово «мы» я бы поделил на три большие группы. Не на три большие группы, а маленькую, чуть пошире и совсем широкую. Вот так. А вы можете согласиться с мнением, что вот наша власть нынешняя сделала определенные уроки с ошибок власти предыдущей, и эту кампанию выборов в США прошла более мягко? Что я имею в виду? Я помню прекрасно, когда мы в журналистской среде очень задорно обсуждали моменты, когда все наши политики, тогда Порошенко был при власти, если я не ошибаюсь, вернее, был президентом, понаписывали кучу постов, понадавали кучу интервью в поддержку Хиллари, и потом, причем с весьма оскорбительными такими вот заявлениями в сторону Трампа, и потом, когда Трамп победил, все дружно бросились удалять свои там посты, подчищать каким-то образом комментарии и тому подобное, но Трамп все запомнил, обиделся, и в последующем даже некоторые дипломаты в публичных выступлениях говорили о том, что вот этот конфликт или вот это недоразумение связано с тем, что Трамп затаил определенную обиду. В этот раз я вот специально следила за риторикой некоторых блогеров, которые очень независимы, но злые языки подейкают, что они все-таки связаны, скажем так, с властными какими-то историями, и они весьма мягко так все говорят, а вот может Трамп лучше будет, а вот может он нам поможет, а может вот он такой непредсказуемый, эта непредсказуемость будет в нашу пользу, ну то есть весьма мягко, я даже по речам Зеленского замечала, что он, ну мы и с теми, и с теми готовы работать, можем ли мы говорить, что мы подготовились к этим выборам вот именно в этом ключе? Я бы начал с того, что, скажем, украинская политика и внешне и внутренне – это череда ошибок. Я думаю, что за последние два года не сделано ни одного более-менее взвешенного хода. Второе. Все-таки и Зеленский, и ближайшее окружение допустило несколько проколов. Например, сам Зеленский высказывался о Венсе, как о Радикале, и было много отрицательных слов. Это второй момент. Третий момент. Дело в том, что если выборы, скажем, между Хиллари и Трампом представляли собой двух таких субъектов, ярко выраженных личностей, и понятно, почему поддалась наша часть эстеблишмента, потому что казалось, и по всем опросам, и по статистике, и по всем прогнозам, что победит Хиллари Клинтон. И казалось невероятным, что Трамп выиграет. Но тогда было две личности, они сошлись. Сегодня одна личность и две тени, я бы сказал так. Я не принимаю здесь ни одну из сторон. Вот посмотрите, Байдена нет последних месяцев вообще. Практически ощущение, что в Соединенных Штатах нет президента. Нет каких-то заявлений. Сейчас, например, очень много произошло за эти два месяца в международной политике. И вот такой твердый голос американского президента не звучал. А Камала Харрис, увлеченная предвыборной борьбой, тоже, собственно, не могла себя вести как первое лицо государства, естественно. И поэтому демократы выглядели достаточно бледно. И здесь, я думаю, ощущение такой осторожности, это правильное ощущение. Но мне кажется, оно не будет решающим. Все ошибки, которые мы хотели сделать, мы сделали. Например, посещение завода вооружений в Пенсильвании. Опять же, высказывание о Венсе. Да и вообще, скажем, ряд неаккуратных высказываний существует. Мы можем даже отследить, сейчас я не хочу вспоминать. Но мне кажется, это не будет решать ничего. Я бы просто избавлялся от позиций подданного при суверении. Да, нужно говорить, будем работать с каждым. Но есть ли у нас стратегия работы с республиканским лидером или с демократическим? Были ли у нас хотя бы чуть-чуть в публичном пространстве дискуссии по этому поводу? Вообще обсуждалось ли у нас как выстраивать отношения с Соединёнными Штатами в 25-26 годах? Я это к тому, что мы это не проговариваем, надеясь на теневую, спонтанную или непубличную политику. Поэтому вообще эту тему невозможно обсуждать, потому что зададим большой вопрос. Где принципы взаимодействия Украины с американской властью на ближайшие годы? В чём состоит стратегия Украины при взаимодействии с Соединёнными Штатами и с Европейским Союзом? Этого нет. А если это не проговорено, это значит, не сформирована вообще эта стратегия. Поэтому вот такие, как у нас с вами обсуждения, не могут опираться ни на что. Это только на косвенные какие-то данные. а это не предмет для серьёзной дискуссии или аналитики. А вот вы говорите, нам надо избавляться от позиции суверена и выходить из этого состояния, из этого образа мышления и так далее. А как из этой позиции в нашем случае, вот конкретно с нашими реалиями, мы можем начать выходить? Или что мы должны сделать для того, чтобы начать дискуссию о том, как нам начать выходить из этой позиции? Ну, знаете, это длинный разговор. Не длинный не только по времени, а длинный, потому что любая ситуация теперь, условно говоря, начала ноября 2024 года, она связана с рядом шагов, сделанных в этом в прошлом, позапрошлом, годах. И получается, что если мы говорим о наших слабых сторонах, это, я бы сказал так, радикально одновекторная международная политика, даже в этой одновекторной международной политике нам удалось перессориться с большинством партнеров. А как ты можешь выстраивать сильную позицию, если ты зависишь от одной стороны, да еще не умеешь себя с ней вести публично. И в лице наших послов, и в лице министра иностранных дел предыдущего, даже в лице президента было высказано немало обвинений таких вот слов недипломатических относительно Польши, Германии, скажем, других стран, Соединенных Штатов, конечно же, и так далее. Твоя позиция не сильна, если у тебя нету пространства для игры. У тебя нет дополнительных козырей, я как-то об этом говорил еще года два назад. Кто еще на нашей стороне? Кого мы еще можем привлечь? Чуть-чуть возникла риторика взаимодействия с глобальным югом, ощущение, что мы как бы отделались от этого, обозначили. Вот приехал Моди в Киев, мы так понимаем косвенно, что не очень удачный был разговор и так далее. С Китаем совершенно, Китай мы несколько раз обидели в таком публичном уровне. И возникает вопрос, а как мы можем торговаться, если говорить в терминах сделки? Где наши козыри? Как мы можем поставить, например, Соединенные Штаты в ситуацию, скажем, выбора или дать возможность им задуматься? И сказать о том, что если вы поведете себя вот так, у нас есть тогда еще ряд партнеров, с которыми мы усилим позицию, а здесь вам придется подумать о потере лица, например, или о каких-то серьезных болевых точках. Этого нет, мы полностью зависимы. И мы, опять же, мы в кавычках, потому что здесь надо разобраться, кто это мы. Давайте в безличном обороте. Выстраивалась однолинейная прямая зависимая связь, которую разорвать сегодня очень трудно. А вот так быстро, спонтанно, с нуля завязывать серьезные отношения с Индией, Китаем, с Бразилией, с Южной Африкой, условно говоря, или со странами Ближнего Востока, да даже с Турцией, у которой нам традиционно должны быть прекрасные отношения, нам очень сложно. Но это задача для будущих политиков, которые, может быть, придут в 2025 году. То есть вы намекаете, ну не намекаете, а делаете предположение, что в 2025 году нас будут ждать выборы? Вы знаете, несколько раз была уже возможность этих выборов в 2024 году. И понятно, что было несколько заходов и обсуждений всех этих вещей. Но это не публичные вещи, которые доходят до поверхности таким эхом. мне кажется, что в 2025 году, если ситуация будет, скажем, по двум параметрам. Первое, это может быть позиция нового американского президента и позиция наших европейских партнеров. Во-вторых, это ухудшение позиции на фронте или, по крайней мере, попытка приостановить огонь. Попытка приостановления огня создаст ситуацию, при которой нужно легитимизировать украинского президента. Соответственно, есть условия, при которых и Зеленскому было бы выгоднее уйти. Условно говоря, если его советники могут ему сказать примерно такое, вы президент, который выдержал действительно сильный удар в начале полномасштабного вторжения, вы провели страну через самые тяжелые годы, годы тяжелых испытаний. Сейчас заключено неперемирие, скажем, приостановлен огонь, начнутся дебаты и обсуждения, и в этой ситуации как раз вы уйдете на мажорной ноте. Такой вариант возможен, но я не украинский политолог, я просто говорю о том, что есть в 25-м году возможность Зеленскому уйти, по крайней мере, внешне на позитиве. А этот позитив может быть приостановлении огня или временной перемирии, которое потребует время для легитимизации украинского президента, то есть перевыборы. Тут уже вопрос за Зеленским, пойдет он на выборы или нет. И после выборов украинских, может быть, это будут неочередные, ну как неочередные, то есть уже они и так будут уже. Ну да. Но они могут быть быстрыми, то есть сроки могут быть сокращены, исходя из ситуации, и тогда после временного перемирия или прекращения огня, возможно, уже более детальное с привлечением разных сторон переговоры. в истории XX века так было неоднократно. Мы тут упираемся в еще одну важную деталь, если мы говорим о выборах, как мне представляется. Есть ли человек, который способен дать Зеленскому гарантии личной безопасности? Мы же понимаем, что если у нас начинается, и учитывая практику нашу политическую, что если у нас начинается процесс подготовки к выборам, то очевидно, что к Зеленскому предъявят массу вопросов. Это и касательно Баканова, это касательно шашлыки, это вообще притча о языцах, которая упоминается всем, кому не лень в любой ситуации по несколько раз. То же самое вспомнят о незаминированных территориях, почему-то о мосте, который оказался о Херсоне. Ну, в общем, этот перечень может быть длинным. И я не знаю, справедливы ли эти претензии к Зеленскому, потому что я не владею полным объемом информации. Но это то, что звучит в публичном пространстве, и это то, что точно прозвучит после того, когда Зеленский уйдет с поста президента. То есть тут есть только один вариант, это получить какие-то личные гарантии, очень серьезные, для того, чтобы, грубо говоря, после этого не отвечать. Тогда два тезиса. Первый. Вот все, что вы говорите, планировалось запустить в начале 1924-го года. Насколько я понимаю, говорили всерьез о выборах. Можем назвать это компроматом, можем назвать это просто обнародованием фактов. И смотрите, как ведет себя Запад. Считают, скажем, СМИ и политики западные, что полностью вбрасывать все, что происходит в Украине, условно, нарушение прав человека, внутренняя политика, еще больше коррупционные скандалы. Ну, скажем, не на часе кажутся в Украине. И на публичной солидной прессе есть только какие-то отдельные фразы, например, скажем, неуспешные или замедление темпов мобилизации и так далее. Если написали только несколько статей за последние полгода опубликовали, что это за неуспешно выглядит, каким образом она происходит. Но медийная политика европейская очень сдержанная. Об этом практически не говорят. Точно так же не говорят о сети скандалов и криминальных, и, скажем, коррупционных связей на высшем уровне. Естественно, это будет запущено. Если давайте так, у нас такой разговор слишком такой, я бы сказал, плакатный, без нюансов. Если Зеленский будет упорствовать и идти на условно второй срок, может быть. Я сейчас все говорю в коньюктиве. Возможно, если. Если есть мнение, что должен быть новый украинский президент, об этом Зеленскому предъявят, может быть, ультиматум или намекнут на то, что вот эта волна, скажем, черного пиара или на самом деле фактов появится и в западной печати, и, соответственно, в тех СМИ украинских, которые связаны с западными партнерами, скажем так, мягко. Насчет гарантии второй тезис. Вы знаете, если вспоминать Кучму и те, опять же, апокалиптические интонации, которые были в 2003-2004 годах, вообще удивительно, как все это обошлось мирно и мило, и он еще даже участвовал в каких-то переговорах в 2014-2015 год. В данном случае, мне кажется, Соединенные Штаты могут предложить Зеленскому покинуть страну, например. Те, кто следит за политикой международных Соединенных Штатов и понимает, как это действует все. Но может найти даже после 1945-го года десятки случаев. Это самый крайний крайний случай, когда просто президента или президента, который проиграл выборы, вывозят из страны. Так, Андрей, вы пропали. О, появились, да, есть, есть. Вывозят из страны, да, это может быть Лондон, это может быть другой город. Возможно, будут даны сильные гарантии, негласные. Почему? Потому что те группы людей, которые будут приходить к власти вместо Зеленского, они могут быть связаны с Соединенными Штатами Америки, так или иначе. И, соответственно, у них будет обязательство перед партнерами. И, соответственно, это будет дело их не только чести, а их будет прямая обязанность. Тогда это будет еще один ход. Но опять, сейчас мы это говорим, все время, если во всяком случае, я считаю, что в 2025 году смена президента необходима. Я считаю, что выборы необходимы. И это выгодно и самому Зеленскому. Это мое убеждение. Дабы финализировать тему США, вы в ответе на первый вопрос сказали о том, что надо немножко keep calm, так сказать, по поводу этого всего, потому что вот эти алармические заголовки и так далее не предусматривают и не учитывают тот факт, что США уже не столь влиятельны, как были раньше. А мы понимаем, в какой момент вот эта биполярная геополитика, как ее раньше называли, закончилась или началось окончание этой политики и в какой момент США перестали быть таким вот мировой судья, раньше их называли. Вот смотрите, если говорить о пакс британика, о британском мире или британской империи, как первой главной силе Европы, мира, мира, скажем, то мы можем сказать приблизительно так, в 18-м году это полная как бы ослабление сил, хотя приобретение еще и новых колоний, 25% суши и так далее, но это условно 1940-41 годы, 1940-1941 годы, Атлантическая хартия, переговоры с Соединенными Штатами длительные и так далее, а после 1945 года уже начался процесс распада, уже заложенный в программе распада империи, и пакс британика распался. Вот этот пакс американо, о котором мы говорим, не имеет такой точки. И здесь можно обратиться даже и к американским политологам, политическим мыслителям, они написали много книг за последние годы об этом, и они говорят, что это постепенное сползание. Это 2001 год, это 2003 год, это 2008 год, это бегство из Афганистана 2021 год. 2021 год. Нил Фергюсон сказал, что падение пакс американо будет кровавым и со многими жертвами. Он сказал это летом 2021 год, в конце августа 2021 года, на страницах за иконамист. Соответственно, бегство из Афганистана я сказал, и исход войны в Украине это может быть еще одним серьезным ударом по престижу Соединенных Штатов. Никто еще не способен стать вместо Соединенных Штатов. Ни у кого нет такой мягкой силы, мировой валюты, такой армии, столько военных баз по всему миру и влияние на еще одного крупного союзника Европу. Соответственно, речь идет не о том, что кто-то станет на место этой силы, а когда я говорю не такая могущественная, это значит несравнимо с ролью Соединенных Штатов в 90-х в начале нулевых. Когда любой намек в посольстве или когда любое предупреждение влекло за собою смену режима или очень серьезные потрясения экономические. сейчас, как ни странно, то, что происходит, меняет полностью вот эту шахматную игру. Сегодня все больше третьи страны, скажем так, и не только третьи, и вторые, убеждаются в нескольких вещах. Первое. Соединенные Штаты как союзник не всегда надежен, а часто связан с провалами. И делать ставку на такого союзника в долгосрочной перспективе может привести к краху страны. Спросим у Ближнего Востока, спросим еще у ряда стран. И второй момент. Мы можем уже предполагать мир, в котором существует несколько центров силы, в котором и торговые отношения, и военные отношения, и блоки заключаются по принципу выгоды удобства ситуативности и так далее. Например, БРИКС в Казани, просвидеть о высказываниях людей, которые там что-то говорили и заявляли. Заявление там, не знаю, китайских лидеров. Почитайте, скажем, статьи программы на китайских политологов, как они об этом пишут. То есть нам важен другой взгляд на проблему. Поэтому я всегда рекомендую обращаться, скажем, не к СМИ таким европейско- прямо либеральным, а к таким, как, например, Le Monde Diplomatique, где очень много есть больших материалов о других точках зрения. О точках зрения Африки, Индии, Аргентины, Бразилии и так далее. Потому что у нас в Украине такой очень узкий взгляд. Фактически, если протестировать ленту новостей наших СМИ, я называю СМИ так достаточно условно, потому что это же все уже электронная СМИ. Как бы нет бумажных, солидных, откуда уже не украдешь. Ты опубликовал, и ты не можешь абзац удалить, и все трясут газеты, вот же сказано, понимаете. Электронная СМИ коварная, можно подтереть, подчистить. Так вот, если мы посмотрим, это в основном, что у нас цитируют? Сами боятся заявлять, имеют там Украинская правда, Униан, еще корректы, НВ. Боятся заявлять свою позицию, в основном, это CNN, BBC, FT, The Economist. Фактически, это набор средств массовой информации американских, британских, и очень редко европейских. У нас вообще не цитируются европейские, за очень редко. Билд часто. Что-что? Билд часто цитируют. Да, Билд часто цитируют, Билд часто цитируют, но вот интересно, потому что там несколько таких, один даже такой журналист, который много пишет об Украине, но в сегменте, скажем, немецкая пресса, Билд это не фарватерик, да, там большой тираж, никто не спорит, понимает, что это желтая пресса вообще-то. Достаточно посмотреть на то, как выглядит Билд, и что там на последних страничках печатают, какие там образы, как там одеты люди, что они делают. А я имею в виду, это троица знаменитая, это ФАЦ, Frankfurt-Lergemeine Zeitung, Museum Deutsche Zeitung, еженедельник Geizzeit, там, Spiegel, такие умеренно-либеральные направления, ну, почти не цитируют, почти не цитируют. То есть, в этом смысле, наш взгляд зависит от десятка СМИ, которые, собственно, очень фильтры используют в своем выражении. А если бы у нас цитировали, я говорю так, цитировать, как академический ученый, хотя бы как-то учитывали точку зрения Индии, Китая, не знаю, каких-то африканских центров, хотя бы Южной Африки, было бы гораздо полнее картинка. И она помогла бы нам, и политологам, кстати, и лидерам мнений, я уже не говорю о дипломатах и политиках, все-таки формировать какую-то более разновекторную политику. Поскольку мы берем помощь из одних и тех же рук и информацию берем из одних и тех же рук. И фактически мы тут подцеплены, присоединены к этой цепочке. А она дает сбой. И, кстати, о СНН, который вы упомянули. По данным СНН, Путин вряд ли сядет за стол переговоров о завершении войны в Украине, независимо от того, кто победит на выборах с США. Значит, ссылается издание на аналитиков и пишет, что американская политика находится на распутье, но это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах, поскольку ни что не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме. Эксперт по вопросам Росвнешней политики и почетный член Совета по международным отношениям Томас Грэм в комментарии СНН отметил, что при любом потенциальном президенте США Путин будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в Соединенных Штатах, а также трещины в западном единстве. Можем ли мы, опираясь на этот комментарий, говорить о том, что переговорный процесс, но точно не в видимой перспективе, скажем так, или же мы можем оттолкнуться от предыдущего нашего с вами разговора по предыдущему вопросу и сказать о том, что может нам стоит апеллировать тогда не к Соединенным Штатам Америки в вопросе переговорного процесса, а как раз таки вот к тем странам, которые вы упомянули, страны БРИКС, Китай, Индия и так далее. Возможно, нам поможет тогда налаживание отношений с этими странами выйти на какой-то процесс. Смотрите, комплексный вопрос. Вы задали сразу три вопроса в одном. Давайте так по очереди. Во-первых, во-первых, посмотрите, как украинская власть, в том числе Зеленский, обошлись с предложениями Бразилии и Китая, и Индии в том числе. Достаточно сверху вниз, что странно для такой страны, как Украина, относительно Китая. Это первый момент. Второй момент. Цитаты из CNN показывают типичный пример медийной шумихи. Медийная шумиха это много шума, но позитивного содержания практически нет. С одной стороны это оболочка шума, а внутри содержание это банальность. Банальность обернутая в яркую обложку. Внутри этой банальности мы совершенно не понимаем позицию и России в том числе. Например, да, ситуация складывается для России благоприятно на фронтах. А что если рассмотреть другую ситуацию? Да, выход на границы тех областей заявленных, прекращение огня и следующие шаги возобновления северных потоков, частичная или полная отмена санкций, более тесное взаимодействие с Европой и Соединёнными Штатами, что, кстати, ещё эксперты начала 24-го года американские включали в свои прогнозы. И мы имеем тогда позицию, при которой позиция РФ внутри, скажем, Путин для внутреннего пользования, человек, который усмирил Соединённые Штаты, и здесь, я думаю, будет торговля от отодвижения границ НАТО по тем вещам, тем условиям, которые говорили в 2021 году и в начале 2022 года. И здесь уже будет зависеть многое от факторов, что с санкциями, что с отношениями с Европой. И в этом смысле ситуация долгого перемирия выгодна России. Она может получить имиджевый плюс, она может стать лидером глобального юга, упрочнить свою позицию как относительно Европы, так относительно Азии. И в Украине РФ также может иметь достаточно сильную позицию и пытаться влиять и на внутриполитические процессы в Украине. А если продолжать войну дальше, скажем, в 2025 году, то риски будут возрастать. Риски будут возрастать и здесь опять же не ясна ситуация для будущего России так определенно. Поэтому мне кажется у переговорщиков со стороны Европы и Соединенных Штатов есть свои козыри в разговоре с Россией и здесь это обоюдная выгода по крайней мере решить вопрос в 2025 году. Потому что это часто кажется, вот все время пишут фронт обваливается там раз, два, три, четыре. Но это дается, мы знаем, России большим трудом, с большой затратой человеческих ресурсов и с большими вызовами для будущего российской экономики и России в целом. И первая подготовка в Грузии прошла достаточно легко для, скажем, грузинской власти. Но есть Кавказ, временно затихшая Чечня, там взрывоопасная ситуация, и мы видим, что Запад и Соединенные Штаты пытаются и будут пытаться давить на эти полевые места также. Поэтому я прекрасно такой, великий такой царь, царь зверей, самая фрософия прошла за вашей спиной. Да, очень люблю этих существ. Так вот, я просто завершаю ответ. Не нужно рассматривать ситуацию так, что дальнейшая эскалация и военное продвижение выгодно России. А здесь также можно включить логику. Можно сказать, ну он безумец, и поэтому пойдет до Лиссабона. Можно об этом говорить, это как пугалки отлично. Но мне кажется, есть козыри в этих переговорах и у оппонентов России. Берем такой широкий спектр оппонентов. Европа, Соединенные Штаты, Украина. Если бы мы с вами ставили на тотализаторе, представьте такую ситуацию, сколько бы вы поставили на то, что в 25 году мы выйдем на финишную прямую в вопросе завершения войны? Я даже не хочу ставить на это, потому что мы могли завершить войну в апреле 22 года, мы могли завершить войну в ноябре 22 года, когда у Украины были преимущества, контур наступления и так далее. Мы могли бы решить вопрос в 23 году. Есть силы, которые не хотят успокоения ситуации, которые за эскалацию. силы внутри Украины вы имеете в виду? Нет, вне Украины. Вне Украины. Внутри Украины просто раскручен маховик мобилизации активистов и тех активных групп. И здесь получается, значит, пекарь пишет о том, что в украинском обществе нет никаких разрывов и конфликтов, мы все едины, вперед. там, не знаю, Портников с Берлинской и с другими призывают к мобилизации женщин, а в будущем школьников готовить к длительной войне. То есть вот эти группы активистов, вот вы говорите, это что, это внутри или вовне? Есть ли у них какие-то силы влияния извне? Но, во всяком случае, те группы, которые пытаются поддерживать максимальный градус эскалации и готовить Украину к какому-то длительному противостоянию, понимая, может быть, в подсознании, а может быть, не понимая, что для Украины это просто самоуничтожение. Все, ресурсов больше нет. Те, кто сейчас не на фронте воевать, не очень хотят, скажем мягко. Экономика не способна, вооружение, ну и так далее. Главное, что поменялась ситуация внутри решимости, да, и в каком-то смысле цели поменялись. В начале войны была цель простая, не дать врагу овладеть Украиной, отбить и приостановить наступление. Сейчас ведь цели совершенно другие. Их тоже никто не переформулировал, потому что вот как нет, завершая американской стратегии с политикой американской, Украина-Америка, так и нет четкого переопределения целей войны. и здесь власть не идет на честный разговор. И здесь значит программа мира становится программой победы, план победы, план мира. Граница 91-го года, но не все территории нам обязательно нужно будет отвоевывать. Это прямо перед Курской операцией были вот эти все танцы терминологические. И в этом мутном болоте, когда взаимоисключающее высказывание, непонятно, что же, как цели войны ведет власть. Выход на границы, приостановка, сохранение украинского государства и так далее и тому подобное. Нету обсуждений. А есть активисты, которые говорят, ну, мы будем... Вот в чем работа пропаганды? Ставить жесткую дихотомию. Или продолжение войны, или они придут и всех нас убьют. Страна будет общей братской могилой. Россия хочет устроить в Украине геноцид. Соответственно, при такой постановке вопроса ни о каких дипломатиях, решений мудрых мужей и каких-то задач не ставятся такие вопросы. Или мы их, или они нас. Поэтому дети готовьтесь в школе. Это будет лет на 50. Соответственно, потом говорят, а как назад украинцев привлечь? А как мы своих граждан вернем? А что мы можем предложить? А как мы видим свое будущее? Нет, мы готовы 50 лет воевать. Ну, отлично. Поэтому тотализатора нет. Здесь баланс меняется каждый месяц. И мы должны, если мы ответственно хотим что-то анализировать, мы должны исходить из если то, пока ситуация идет к тому, завершая, что я считаю выгодным выборы украинского президента в 25-м году, прекращение огня и начало разносторонних, глубоких, после выборов президента Украины, переговорных процессов. Длительная торговля за каждый миллиметр договора, за каждую запятую. Для этого нужно собирать силы и иметь не только западных партнеров в кармане, или не в кармане, наоборот, перед своими глазами, но и налаживать отношения с другими партнерами. Всерьез отнестись к позиции Китая, всерьез отнестись к позиции Индии и позиции Бразилии. Как минимум. Да, у нашей дипломатии еще много задач на следующий год, а что будет в 25-м мы совсем скоро узнаем, уже менее двух месяцев осталось. Андрей, вам спасибо большое за разговор, за то, что поделились своими мыслями с нами. Андрей Баумейстер был сегодня у нас в гостях на Политеке, украинский философ. Друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. 1,1 миллиона подписчиков это именно ваша заслуга, поэтому я призываю вас написать комментарий к этому видео. Чем больше в вашем комментарии слов, тем лучше, потому что так YouTube понимает, что это видео показалось вам интересным, начинает предлагать его другим людям, которые также пользуются YouTube, а значит, как можно больше людей услышат ответы на свои вопросы, ну или хотя бы над чем-то задумаются, что тоже очень важно. А мы с вами обязательно увидимся в следующих наших эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, вы себя, пожалуйста, берегите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова